Министр обороны США Лой Достин прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это его четвертая поездка в Украине. На встрече с президентом украинского государства Владимиром Зеленским глава Пентагона объявил о новом пакете военной помощи на 400 миллионов долларов. Зеленский в свою очередь подчеркнул важность недавних переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, во время которых они обсудили план победы и дальнейшие усилия по укреплению обороноспособности Украины. Соединенных Штатов продолжают наращивать поддержку Украины, поэтому я хотел бы объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение. Мы продолжим оказывать помощь в соответствии с двусторонним договором безопасности, который вы подписали с президентом Байденом. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет стабильно получать пакеты американской помощи до конца 2024 года. В этот процесс входит и выделение 400 миллионов долларов для поддержки украинской армии. В новом пакете предусмотрены дополнительные боеприпасы для систем Хаймарс, артснаряды, минометные боеприпасы различных калибров, противотанковые ракетные комплексы, гусеничные бронетранспортеры М113 и другое вооружение. Кроме того, по данным Пентагона, США предоставят услуги по обучению и транспортировке украинских военных. Сам визит направлен на две цели. Первое – это то, чтобы поддержать Украину, исходя из сегодняшних оперативных нужд, то есть то, что необходимо прямо сейчас на поле боя. И второе – это среднесрочное и долгосрочное планирование. Могу сказать, что это касается того, чтобы Украина смогла пройти период так называемой процедуры транзита власти в Соединенных Штатах, когда пройдут выборы и фактически период формирования новой администрации, новым президентом. Среди прочего, в ходе визита в Украину Лой Достин провел переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Главу оборонного ведомства США проинформировали о ситуации на поле боя, а также призвали инвестировать в украинский ВПК. В 2024-м мы инвестировали миллиарды долларов в наше производство. Наши беспилотники могут поражать на сотни тысячи километров и уже уничтожили более 200 военных объектов на территории России. Производственный потенциал Украины может достигать около 12 миллиардов долларов, но нам нужна помощь международных партнеров. Мы призываем наших партнеров из США инвестировать в военно-промышленный комплекс, а также в дальнейшее развитие современных технологий. После встреч с официальными представителями Украины министр обороны США Лой Достин выступил в Дипломатической академии Украины. Он подчеркнул, что агрессия Путина представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Остин отметил, что борьба украинского государства имеет ключевое значение для безопасности США, и Вашингтон продолжит всестороннюю поддержку украинцев. Соединенные Штаты будут и в дальнейшем придерживаться своих обязательств в НАТО, США будут и в дальнейшем защищать каждый сантиметр территории НАТО, и США будут обеспечивать Украину, которая борется за свое выживание и безопасность. Украина не принадлежит Путину, Украина принадлежит украинцам и украинкам, украинскому народу, и Москва никогда не победит в Украине. Путин думал, что Украина сдастся, он ошибся. Путин думал, что наша демократия отступит, он ошибся. Путин думал, что свободный мир испугается, он ошибся. И Путин думает, что он победит, он ошибается. После полномасштабного вторжения России в Украину, Вашингтон предоставил Киеву более 61 миллиарда долларов военной помощи. По словам президента Украины Владимира Зеленского, эта поддержка продолжится, и уже сейчас готовится новый пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов, которые направят на финансирование производства дронов в Украине. Никита Скобликов для телеканала Freedom.